друзья всем доброе утро самое главное что правильно вкусный и сытный завтрак доброе утро наши соседи опять там что-то уже бегают носится что-то там делают уже сделали новую какую-то композицию туфелька название у нее пока туфелька так я уже завтраку собираюсь бегу потому что сестра уже написала ждет меня еще с нами едет ее средняя дочь зовут ее софья и лесов и мы все называем это младшая сестра настя вот так что мы едем оказывается втрою я все собрала сейчас надо быстро позавтракать они мне уже как бы ждут я сказала не торопитесь все друзья всем приятного аппетита числила вам что тут немножко арбузика бутербродики водичку взяла колонку обязательно тарелку побегаем поносимся все в пакетике просто два купальника точнее не два купальника а два верха от купальника так сегодня в таком сарафанчике классном это сарафанчик я купила очень очень давно в заре прям вообще крутой мне очень нравится вообще люблю такие вот варианты сарафанчиков так ну что сегодня будет повод для обсуждения для разговоров как вы думаете вам просто пока повезло купальник у меня не ниточкой но купальник я вам обязательно покажу девчонки мальчишки готовьтесь обсуждать у меня два верха у купальника плавки на мне одни а верха 2 так как сама будет молодое поколение с нами будет молодое поколение спросим у нее что она добрит то я и одену так ну что погнали приехали в троицкое тут вообще просто немерено народу идет приехал какой-то автобус возможно это люди с него сейчас мы их опередим да ну вот как я и говорила пробки здесь на въезд нету но по крайней мере это не пробка это вообще не ровно давайте ребят проезжайте а то у меня там ямки друзья не отходя от кассы пока не ехали далеко представляете въезжаем мы через шлагбаум стоит чувак и говорит типа 500 рублей я говорю у меня только на карте ангар какой-то знакомое лицо в игре сюда приезжали же раньше игры приезжал он только на другой машине позапрошенном году игры ну да он другой такой коричневый или рыжий игры рыжая короче мы проехали бесплатно по знакомству класс когда тебя кто-то помнит как я могу теснить со мной моя сестра я еще никто не видел катюха настина мама настина мама ну тут и у нас там еще ребенок насть это знает совка ну все мы поехали раз на так ну все у меня такая модная повязочка я уже прошлась по пляжам посмотрела что и как посмотрела сколько стоит шезлонги их правда все разобрали хотела взять шезлонги стоят 500 рублей тут есть какие-то новшества в следующий раз вам покажу а кто-то сап свой надувает привез и ценники тоже вам покажу сейчас мы пойдем чуть покупаемся пляж полный вообще народа полно и народ все прибывает и прибывает все друзья всем удачного дня хорошего а я чуть попозже к вам вернусь ты куда ты не помещаешься как мы решили чуть пройтись потому что у софы есть идея она и почерпнула как вы думаете откуда ну конечно же с инстаграм есть идея что она стоит в лугах на песке на пляже купальники и фотографируется если мне эти луги подойдут я тоже сделать такое такой фоточку еще я у меня давно-давно есть мечта сделать фотографию на сноуборде я еду со слона купальники обязательно как-нибудь эту идею воплощу так сказать жизнь потому что сейчас зоопарку так друзья хотела вас спросить и девчонки мальчишки тем более у меня будет сегодня два образа в купальниках вы потом мне откомментируйте какой вам в итоге больше понравился вот такой розовый низ и такой березово-розовый верх платочек тоже в тему вот и еще будет розовый верх кстати совка одобрила розовый верх кстати еще на экранах появился фильм барби сходите посмотреть а я попозже сделаю рилс на эту тему пошли в зоопарк 10 минут 30 минут активный зимний отдых и развлечения может быть кому-то понравится запоминайте привет козочки вот девчонки же ушли далеко а я я думала эта стоянка закрыта она косо видимо все заполнено у олени верблюд ой в каком маленьком тесном загоне за смотри девчонки чтобы он не плюнул все вещи то он дает он готовился со оказывается заполнено а вы куда вы пошли а ну пошли осел осел пойдем дадим нормальный стоянка да да я тут хотят сказать что оказывается вся стоянка забита поэтому нас отправили туда в самую даль не ну как круто и неожиданно что человек на пропускном контроле меня вспомнил что я когда-то ездил на другой еще машине я говорю слушайте ну как старого знакома постоянно клиента пропустите бесплатно то он сначала такой да нет да нет а я говорю ну давайте я говорю а я вам типа завтра если приеду привезу вам шоколадку он говорит нет не надо зубы портится я говорю хорошо я вам привезу чай и он мне такой проезжай типа я подумала что надо встать на обочину выхожу такая вся расстроенная но типа сделала вид что я расстроена иду к этому домику проплачивать смотрю мне рукой машет иди иди типа я горчего он такой я же сказал горки не езжайте поезжай все я тебя пропустил игры улась спасибо большое радости вообще тут везде какашки это да кто а почему лудик-то качу тебя откуда такой сленг набрала скажи ой смотри он прям да кать но потому что ты ему говоришь что он какой там фартовый кто лутик а почему лудик то кто такой лудик сначала скажи обиделся да все кать совка он с угами в руках пойдемте может лучше пойдемте уже в сторону пляжа фотографировать совку так что мы идем в сторону пляжа до чуть-чуть попозже как я вам и обещала я покажу вам что на никого появилась и сколько все это стоит потому что видосов у меня с строицка было уже много и я вам показывала расценки так что чуть-чуть попозже дойдем до нужного нам место я вот подумал что раньше детского веревочного парка не было но может он не совсем детский а девчонки говорят был и мне кажется здесь прибавилось всего в этой детской песочнице батут батута не было он такой кого-нибудь стремноватый но есть такие ослики раньше были помню только машинки а теперь куча игрушек стоит прям общего даже какой-то мини мини джип что стоит то а кстати вот это тоже там уже это вейкборд по моему не помню раньше он был или нет обучение катания катамарана и что-то еще есть о пончики на пончики я помню были уже и в том году стояли что-то я девчонок потеряла а вот нянь пончики поем все вместе буквально за несколько дней до выходных я смотрел на сайте сколько стоят беседки если они вообще беседки на третьей линии это вот вот те двадцатые там двадцать первых двадцать седьмой небольшие стоили там можно купить было за по моему три или пять тысяч но таких уже не было и такие вот побольше уже стоили оставались по моему две или три штуки стоили 7000 мне кажется здесь нет песка мне кажется там трава какая-то страшная да ну пошли посмотрим есть там песок или нет а тут вот какие огромные на первой линии всегда дорого стоили вот этого раньше кстати не было можно было туда пройти да но здесь и как сказать песок ну вот вот такой подойдет тебе похож на песок а там больше ничего нет а туда видишь даже зайти наверно нельзя с той стороны пойдем попробуем посмотрим вот кстати из этой баржи давно говорили что собирались сделать какой-то отельчик вообще-то был раньше пока он не сгорел я там даже там была я отдыхала а ничего себе катя ну тебе повезло видишь он вообще уже никакой как коры ты просто а все-таки был отель да ну здорово можно было заказать так ничего пошли песок искать дальше почти рискуя жизнью совка фотографируется в угах это должен был быть песочек и пляж но мы не нашли в итоге песок и пляж кстати сова будущий дизайнер одежды давай ты и так и так фотографируйся и с челкой и без красотка наша ты сама смотри там нормально нормально потому что сама давай это главное позы меняй только сов позы меняют как волосы чебурши чебуршишь а это что за папарафонс это тоже хорошо давай давай ну что за жопа вот такая у нас семейка все блогеры кстати у Катюки тоже есть свой канал в телеграме и канал и собственная группа в телеграме она там общается с людьми и они там периодически тоже кто-то делится своим опытом в жизни всяким отдыхом ну и вообще всем подряд короче так друзья у меня уже смена образа так потом пишите в итоге какой попальник вам больше понравился какой верх попальник вам понравился розовый или сиреневый с розовым вот вопрос поменялся обстановка нет мы пока все так же в Троицком у меня такое ощущение что мы находимся не в Троицком а что мы не знаю в какой-то в какой-то Анапе нет вам так не кажется и вообще мне кажется что я такое количество народу не видела уже очень давно мы решили просто чуть пройтись с девчонками и посмотреть ой господи какая собачечка она явно лысенькая наверное подстригли или попытались подстричься на стоять на таких собак стричься на стоять нельзя вот многие родители молодцы кстати что берут с собой палаточки и дети когда устают в них отдыхают а что там пристань огорожена что ли нельзя туда пройти или чего а может быть там свадьба идет может быть да поэтому оградили да дай-ка я подойду может кто-то приплыть должен не знаю вот мне интересно я пойду подойду спрашиваю ладно пошли со мной вместе наверное кто-то должен приплыть сейчас спросим я пойду спрашиваю а почему нельзя пройти туда потому что здесь мероприятие а свадьба спасибо свадьба свадьба сейчас будет смотри ой вижу вижу да 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 Yani Кусочек корабля аμα 아마 кстати я себе покупала мороженое мороженое стоит от 50 рублей и выше так что на любой кошелек я чуть подзагорел даже друзья не забудьте мне рассказать какой купальник какой верх купальник вам в итоге понравился больше что мне к лицу так сказать сейчас я покажу я обещала по поводу цен и что там прибавилось что появилась прям около детского лягушатника лягушатник с шарами был и раньше зато появилась вот такая вот надувная надувная лестница и по-моему она бесплатная что-то я не уверена конечно можно подойти спросить и ценника я тут тоже нигде не видела нет шары точно платные точно платные а вот здесь вам сидеть вам кто хочет забирается и катается вот в том году не было этой штучки в этом году есть я дальше не пойдет а здесь служа сплошные а нет вот можно пройти и там такой бассейн еще куда конечно куда-то ведь падать детям так и что еще сапы сапы правда были в том году но раньше они стояли вот где вот народ стоит ждет на банане покататься а тут вот прям а даже для телефона по этой штучке есть интересное это можно брать потом в итоге или как мой он какая прикольная машинка сейчас покажу вам моя тоже заметили покататься такая веселая до народу очень много так что то тут где-то я видела плакат по ценам или я его уже сфотографировала сняла да это точно такой же который я вам показывала с ценами по вейкборду по вейкборду гидроциклом и так далее все то же самое катамаран трехместный 500 рублей вейкборд цена за сет 3000 это кстати не так не так дорого такие цены но наверное все таки такие же как и везде так девчонок я потеряла куда-то аквакар а вот эта машинка то пять человек 30 минут 3000 рублей номер телефона смешная веселая на Субтитры сделал DimaTorzok Уехали мы с пляжа где-то в начале седьмого И народ, хочу вам сказать, только-только-только начал там расходиться Вот как все соскучились по жаре, по солнцу и так далее Вот это да Еще мне подруга тоже писала, что она ездила сегодня в Серебряный борт Она тоже, говорит, она показала очередь на автобус просто катастрофически огромная Просто огромная Кстати, когда мы выезжали с Троицкого, там есть автобусная остановка Которая идет, по-моему, до метро Алтуфева, что ли Тоже очередь была огромнейшая И автобус только-только прям подошел Не знаю, как это количество народа в месяц в этот автобус Вот, короче, наш вечер Мы продолжим с Катюхой и Софой Я уже тут подготовила нам кое-чем Мы попьем с Катюхой венца Покурим кальянчик А Софки я сварила морсик Вот, сейчас я их дождусь и мы будем дальше продолжать наш вечерок Ну так, ненадолго, часок Друзья, езжайте отдыхать, загорать Наслаждайтесь лучами солнца Берите от лета все, что можно Пока хорошая погода Завтра я опять поеду в Троицкое Потому что хочу подзагореть еще побольше Пока у меня загорело только лицо, плечи и вот грудь и спина немножко Все, друзья, пишите, обсуждайте мой купальник Буду рада Мужики, включайтесь С вами я, ваша Баба Атас Продолжение следует...